Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы продолжаем наш путь, который ведет нас к празднованию Рождества Христова. И каждый день за Божественной Литургией мы слышим чтение из Евангелия от Луки. И вот в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, «Вот я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». И говорится дальше, что Господь дал своим ученикам силу наступать на всю силу вражию. И что в тот час возрадовался Иисус Духом Своим и сказал ученикам, «Радуйтесь не о том, что бесы вам повинуются, а о том, что имена ваши написаны на небесах». Что все это означает и какое это имеет отношение к нам? И почему Господь Иисус Христос видел сатану, спадшего с неба, как молния? И означает ли это, что сатана больше не имеет власти над людьми? Нет, не означает. Потому что сатана или дьявол продолжает действовать в этом мире, он продолжает похищать для себя людей, делать их своими служителями, он продолжает нападать на каждого из нас, побуждая нас к греховным деяниям или к греховным помыслам, и он не перестанет это делать до тех пор, пока не закончится история мира. Но когда Господь Иисус Христос видел сатану, спадшего с неба, то это было связано с тем, что Бог послал нам Его, своего единородного Сына, для того, чтобы мы не своими силами пытались противостоять дьяволу, а чтобы мы обращались к Нему, от Него черпали силу и от Него получали помощь в нашей борьбе против человека-ненавистника и врага рода человеческого. Бог стал человеком для того, чтобы нас спасти и для того, чтобы нас научить, как нам противостоять дьяволу. И всякий раз, когда мы чувствуем, что дьявол приближается к нам, мы прежде всего обращаемся к Господу Иисусу Христу, который и нам, как своим ученикам, дает силу наступать на всю силу вражия, потому что не своими силами мы противостоим врагу рода человеческого, а силой Господа нашего Иисуса Христа, который принял на Себя наши грехи, который нес на Себе крест, а нам даровал крестное знамение для нашего спасения. И всякий раз, когда приближается к нам дьявольское искушение, мы прежде всего ограждаем себя крестом Христовым. Мы обращаемся к Господу Иисусу Христу с молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И мы просим, чтобы Сам Господь помог нам противостоять нашему врагу и супостату. Слова, которые Господь произнес в беседе со Своими учениками, «Радуйтесь не о том, что бесы вам повинуются, а о том, что имена ваши написаны на небесах», тоже, конечно же, относятся не только к апостолам, но и ко всем последующим поколениям христиан. Господу было угодно избрать для себя в нашем поколении именно нас, не по нашим каким-то особым заслугам или достоинствам, но по Его неизреченной милости. Кому-то из нас бесы повинуются, а кто-то из нас сам повинуется бесам. А бывает и так, что иной раз бесы нам повинуются, а иной раз мы даем слабину и становимся служителями бесов. Но Господь напоминает нам, что наши имена написаны на небесах, то есть они вписаны в Его книгу жизни. И каждый из нас им предназначен ко спасению, и каждого из нас он ведет ко спасению. В этом источник нашей силы, источник нашего вдохновения, и именно это помогает нам противостоять врагу рода человеческого. А враг этот воздействует на нас самыми разными способами. Во-первых, через побуждение нас к греховным поступкам. Во-вторых, через то, что он всевает в наш ум и в наше сердце греховные помыслы. И в-третьих, он воздействует на нас через людей, через человеческую зависть, через человеческую злобу, через интриги, через легкомыслие, и через многое другое, что приходит к нам от людей. В том числе, через оскорбления и поругания, которые мы от них терпим. Но будем помнить совет святого Иоанна Златоуста. Когда ты видишь, что кто-то на тебя несправедливо нападает или тебя оскорбляет, ты не на человека этого смотри, а ты увить за его действиями действия беса. И противостой этому бесу силою Божию, которую тебе дает Бог. Будем просить Господа о том, чтобы Он всегда давал нам силу побеждать всю силу вражия. Будем ограждать себя крестным знаменем и будем всегда совершать молитву Иисусову для того, чтобы никакая сила вражия не приблизилась к нам и не победила нас, но чтобы Сам Господь в нас побеждал дьявола. Аминь. Храни вас всех, Господь. СООН. Аминь. СООН. Аминь. СООН.